Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу Российская летопись. Сегодня 4 марта. В этот день в истории нашего Отечества. В 1238 году на реке Сить произошла битва между войсками великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича и монгольского военачальника Бурундая. В 1803 родился Николай Языков, поэт. В 1859 родился Александр Попов, изобретатель. В 1884 родился Александр Беляев, писатель-фантаст. В 1892 родился Николай Кондратьев, ученый-экономист. В 1919 началось наступление белого адмирала Александра Колчака на Симбирск и Самару. В 1932 родился Георгий Штиль, актер театра и кино. В 1937 родился Юрий Сенкевич, врач-путешественник-телеведущий. 4 марта 1238 года на реке Сить, притоке реки Малоги, произошла битва между войсками великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича и монгольского военачальника Бурундая. После вторжения монголов во Владимирское княжество Юрий Всеволодович оставил столицу и ушел в свои северные владения, на реку Сить. Там был назначен сбор новых войск. В это время основные силы монголов направились на Тверь и Торжок. Остальные войска под командованием Бурундая были направлены на поволжские города, владения племянников князя Юрия, которые увели свои войска носить. Монгольский корпус под командованием Бурундая уничтожил город Владимир, войско которого не успело подготовиться к битве. Войско было окружено и почти полностью погибло. Исход упорной битвы решил подход свежих монгольских сил во главе с Батыем. Великий князь Владимирский погиб вместе с войском. Его голова была отрублена и преподнесена в дар хану Батыю. Епископ Кирилл нашел обезглавленное тело Юрия Всеволодовича на поле сражения. Погибли и ярославский князь Всеволод Константинович, и ростовский князь Василько Константинович. Войско Бурундая после битвы было ослаблено. Это стало одной из причин отказа Батыя штурмовать Новгород. Но поражение в битве предопределило попадание Руси под власть Золотой Орды. 4 марта 1803 года в Симбирске на свет появился Николай Языков, поэт. Николай Михайлович учился в Петербургском горном кадетском корпусе и в Институте инженеров путей сообщения. Два года жил в Петербурге, вел рассеянный образ жизни, изредка сочиняя стихи, в которых воспевал любовь, дружбу и вино. По совету друга решил продолжить свое образование и в конце 1822-го поступил на философский факультет Дербцкого, ныне Тартусского, университета. В быту дербцкого студенчества жили традиции вольности и бесшабашного разгула, певцом и поклонником которых стал Языков. Он сделался непременным участником всех пирушек и душой русского студенчества, объединявшегося в кружок, на сходках которого говорились горячие речи о будущем России. В дербцкий период Языков приобрел славу одного из лучших и самобытных русских поэтов. Из стихотворения Дербт. О его поэтическом мастерстве писал Николай Гоголь. Имя Языков пришлось ему не даром. Владеет он языком, как араб конем своим, а еще как бы хвастается своей властью. Высоко ценил поэзию Языкова и Пушкин. Летом 1826 года Языков, приехав в гости к своему студенческому товарищу Вульфу в Тригорское, встретился с Пушкиным, жившим тогда в Михайловской ссылке. Между поэтами завязалась дружба. В 1829-м, закончив Дербтский университет, Языков переехал в Москву. С этого времени он все больше проникается религиозными настроениями, все дальше уходит от своих прошлых вольнолюбивых идей. В 1838-м началась его дружба с Гоголем. Тогда же Языков сблизился со славянофилами. Мотивы патриархальных ценностей, библейская и религиозная тематика входили в его поэзию 1830-40-х годов. 4 марта 1859 года на свет появился Александр Попов, физик, электротехник. Будущий изобретатель родился в семье священника в Екатеринбургской губернии. С детства Александр отличался необычными способностями. В 10-летнем возрасте он нашел на чердаке брошенные часы-ходики, починил их и даже превратил в будильник. В университетские годы Попов конструировал сложные электротехнические приборы. В 1882 году Александр Степанович окончил физико-математический факультет Петербургского университета. И вскоре перешел на преподавательскую работу в минную школу и минный офицерский класс в Кронштадте. Там были благоприятные условия для научной деятельности. С Кронштадтом связаны все основные изобретения и работы по оснащению русского флота радиосвязью. Одно из важнейших достижений ученого – это изобретение радио. Александр Степанович проводил исследования в области электротехники и электромагнитных волн. Ученый пришел к выводу, что электромагнитные волны можно использовать для беспроволочной связи. 27 апреля, 7 мая по новому стилю, 1895 года на заседании Русского физико-химического общества Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника. Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Попову принадлежит еще одно открытие, значение которого трудно переоценить. Во время опытов по радиосвязи на военных кораблях Балтийского флота летом 1897 года было установлено, что электромагнитные волны отражаются от кораблей. Попов сделал вывод о возможности практического использования этого явления и задолго до возникновения радиолокации и радионавигации сформулировал идеи для создания и развития этих направлений техники. Осенью 1901-го он был назначен профессором физики Петербургского электротехнического института. Еще через 4 года стал его директором. Именем Александра Попова названы Малая планета, музеи, учебные заведения, институты, предприятия, улицы, теплоход, премии, медали и дипломы. 4 марта 1919 года началось наступление белого адмирала Александра Колчака на Симбирск и Самару. В 1917 году произошел Октябрьский переворот. За ним последовало столкновение антибольшевистских сил с советской властью. В 1918 развернулась Гражданская война. Основная борьба проходила между двумя армиями, так называемыми Красными и Белыми. В ноябре 1918-го белое движение возглавил адмирал Колчак. Александр Васильевич был введен в Сибирское правительство, назначен морским и военным министром и провозглашен верховным главнокомандующим. В декабре 1918-го Сибирская армия заняла Пермь, которая имела важное стратегическое значение и огромные запасы военного снаряжения. В 1919-м патриарх Тихон благословил Колчака и его войска на борьбу с большевиками. Для этого к адмиралу приехал священник, посланный патриархом. Он привез личное письмо Тихона с благословением и фотографию образа святого Николая Чудотворца. По настоянию сибирских епископов в Уфе было сформировано Временное высшее церковное управление, которое возглавил архиепископ Омский Сильвестр. К 1919-му у Колчака собралось более трех с половиной тысяч священнослужителей. В апреле Омский собор духовенства Сибири сделал Колчака главой церкви. Священники упоминали его имя в каждой молитве. Директива адмирала Колчака предусматривала наступление на всех направлениях. Сибирской армии ставилась задача овладеть районом Сарапу, Ижевск, Водкинск. 4 мая 1919-го Колчак начал наступление на Симбирск и Самару. Белые освободили огромную территорию с важными промышленными и сельскохозяйственными ресурсами. Перед ними открывалась дорога на Москву. Ленин обратился к петроградским рабочим с письмом о помощи Восточному фронту, где, как он подчеркивал, решалась тогда судьба революции. В ленинских тезисах ЦК РКПБ в связи с положением Восточного фронта определялась главная задача разбить Колчака и освободить Волгу, Урал и Сибирь. В это время наступление белых выдохлось. В тылу росли крестьянские восстания. В июне не удалось удержать Урал. И в июле красные вырвались на оперативный простор Сибири. Приближалась катастрофа. В ноябре пал Омск. В начале 20-го большевики заняли Иркутск, Колчака арестовали. После шестидневных допросов по решению Иркутского военно-революционного комитета Александр Васильевич был приговорен к расстрелу. 7 февраля 1920-го в 4 часа утра на берегу реки Ушайки Колчак был расстрелян. 4 марта 1937 года родился Юрий Сенкевич, врач, путешественник, телеведущий. Юрий Александрович появился на свет в городе Баян-Тумен в Монголии. Еще в детстве он мечтал о путешествиях. Его любимыми книгами были «Робинзон Крузо», «Граф Монте-Кристо», произведения Константина Паустовского и Александра Грина. В 1954-м он окончил школу в Ленинграде и там же поступил в военно-медицинскую академию. После ее окончания Юрий Александрович был направлен начальником медицинского пункта войсковой части в районе Балагова. Во время работы было желание вернуться к серьезным занятиям наукой, а конкретно новой ее областью – космической медициной. И в 1962 году, преодолев организационные сложности, он был переведен в Москву в Институт авиационной и космической медицины Министерства обороны СССР. Там он работал над проблемой гипокинезии – поведения организма в условиях длительной невесомости. С 1966 по 1967 годы Юрий Александрович был участником 12-й советской антарктической экспедиции на станцию «Восток». В 1969-м Сенкевич вместе с Туром Хейрдалом путешествовал на папирусной лодке «Ра-1», потом и «Ра-2» через Атлантику. А с 1978 по 1979 Юрий Александрович участвовал в экспедиции в Индийском океане на Тигрисе. Как врач Сенкевич занимался медицинским обеспечением экспедиции к Северному полюсу в 1979-м и первой советской экспедиции на Эверест с 1980 по 1982 годы. В 1973-м он был приглашен на центральное телевидение, стал вести передачу «Клуб кинопутешественников». Со съемочными группами он побывал во многих странах на всех континентах Земли. Гостями программы известного путешественника, участника многих сложных и уникальных экспедиций были Турхи Ирдал, Жак Ивкусто, Федор Конюхов и многие-многие другие. Юрий Сенкевич – автор 60 работ в области изучения физиологии человека в экстремальных условиях. Последним литературным трудом ведущего стала книга мемуаров «Путешествие длиною в жизнь». Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова